Здравствуйте, уважаемые зрители! Для составления Вами подобного отчета, какие документы должен представить нам заказчик? Традиционно это все документы правоустанавливающие, естественно, и документы технического описания. Это кадастровый паспорт, выписки из кадастровых планов. Уже непосредственно объект? Да, конечно. А данные исследования проводятся с выездом и осмотром объекта, или Вы работаете по документам? Зачастую работаем по документам, ведь оспаривание кадастровой стоимости подразумевает собой оценку на ретроспективную дату в основном. Это те даты, когда была принята кадастровая стоимость, последняя или предпоследняя, то есть какую дату оспаривает наш клиент. Собственно, от этого и зависит. Если дата ретроспективная, зачастую она такая, то нам выезжать никуда не надо. Все интересующие нас сведения также есть в публичной кадастровой карте. Просто записываем номер, вводим эти данные, получаем эти данные и на основе их тоже проводим. Также проводим на основе их исследования. А по срокам, как долго Вы проводите данные исследования? По срокам это все не быстро. Отчет об оценке, который готовим мы здесь, в Федерации. На изготовление этого отчета уходит примерно 10-15 рабочих дней, так как его надо определенным образом доработать. Согласование в СРО. Здесь сроки, не регламентируемые нами. Здесь сроки, которые устанавливают нам саморегулируемые организации для проверки. По сути, независимые. Да, но может составлять от 15 рабочих дней до 45, даже бывают такие случаи. Зависит от СРО? Да, конечно, в зависимости от СРО, во-первых. Второе, это зависит от объекта. Ну и прочих нюансов. Спасибо Вам большое за беседу, Максим. Уважаемые зрители, пишите к нам на форум, звоните, приезжайте на консультации. Мы ждем Ваших вопросов. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!